Такая легкая затишься. Так с полтятого утра как начали, ни секунды тишины не было. Под прикрытием артиллерии они пытались и пехотой пойти на штурм, уже там да нет. Но ребята удержали, откинули пехоту. Ну, как раз стрелковые перегрелись, или БК закончилось. Но скажу, что в Минске договоренности, это, видать, для них чисто бумажка, потому что по нам работают танки, работают грады, работает что-то более-менее потяжелее. Пока еще не можем разобраться, что это к нам прилетает. Но не удивиться, что это импортное, что-то. Скажите, вот на данный момент удалось нормализовать ситуацию, оттеснить силовиков. И, по вашим данным, может ли двигаться к ним какое-то подкрепление? То есть это вот такая разовая атака на позиции ополчения, или это действительно уже спланированное масштабное наступление, по вашим данным, по крайней мере? Ну, возьмите в расчет, с полгода утра, если бы брать было разовым, мы бы их в течение пяти минут смяли бы. Это идет полномасштабная, как говорится, наступательная операция, потому что волна за волной. А чтобы не захлебнуться, у них постоянно подходит подкрепление. Чисто только держимся на духе. Но пытаемся соблюдать все же соглашения, которые были, но я думаю, нервов и терпения нас намного не хватит. Но вообще, вот международные наблюдатели УБСЕ, допустим, они-то знают об этой ситуации? Им об этом сообщили? Да, мы попросили их приехать, засвидетельствовать это все, за что они сказали, что они не хотят подвергать свою жизнь железам, развернулись и уехали. Даже не стали подвергать в близких районов, даже хотя бы в черту города, который обстреливают. Потому что не только наши позиции подстрелены обстрелом, но и сам город. А то есть, чтобы понять географически, да, вот то место, где сейчас идут бои, это как далеко от Донецка, от центра Донецка? То есть, насколько реально угроза прорыва со стороны киевских силовиков? Это пригород Донецка, Петровский район, и там цело Донецк. Так что, можно сказать, бои идут в черте города. А мирные жители, они как далеко, то есть, дома мирных жителей, как далеко находятся от зоны поражения снарядов? То есть, насколько велик риск того, что в очередной раз какие-нибудь снаряды прилетят в жилые дома и могут пострадать люди? Дома у них находятся на дистанции простого стрелкового оружия. Теперь вы представляете, что может делать артиллерия? Потому что в буферной зоне, в которой уже люди привыкли к тишине и стали возвращаться, сейчас подвержены. Мы пытаемся силами ополченцев вывезти их оттуда и развесить в более безопасные места. Да, министр МЧС подключился, все сюда прибыли и пытаются наладить этот коридор, чтобы быстро людей отсюда с точки вывезти. Спасибо вам большое за информацию, держитесь там. На прямой связи со студией ЛФНьюс по телефону был командир интербригады «Пятнашка». Сегодня в половине пятого утра киевские войска, нарушив минские договоренности, атаковали позиции ополченцев у поселка Маренко, недалеко от западной окраины Донецка. Мы следим за тем, как будут развиваться события.